Ты знаешь, слышал я такое выражение, что человек, который занимается триатлоном, его практически не бывает в семье. Это действительно так? Это требовательный вид спорта, который подожмывает много часов тренировок. Но знаешь, это такая альтернатива. Есть люди, которые в среднем возрасте начинают заниматься триатлоном, а есть люди, которые начинают пить, заводить другую семью. Поэтому жены больше приветствуют занятия триатлоном. Для меня это был на самом деле такой слом шаблона. Когда мы поехали в Италию в лагерь, вечером было 10 мужчин, мы пошли в ресторан. Я даже не помню, мы даже не пили вино, а может быть пили вино, может быть, одну бутылку. На 10 мужчин. И они обсуждали, а ты с утра кашу ешь с маслом первого отжима. Какое? С маслом второго отжима. Ты ешь овсяную лиманную кашу. Для меня это было совершенно... Или там они обсуждали правила. Каким машинным маслом... Ну, не машинным, но это называется машинное масло. Ты смазываешь систему велосипедия. И для меня это был такой слом шаблона, что такие русские мужчины могут вечером собраться и не, там, не знаю... Не о бизнесе, не о бабах, а говорить о каких-то таких, ну, условно, вещах, связанных с любительским спортом. И не за алкоголем, да? Да, не за алкоголем, да. Значит, в принципе, любительский спорт – это такая очень новая вещь. Такого не было 20-30 лет назад. Слушай, а вот айронмен, да? Кто ввел это понятие, что триатлонисты – это айронмен? Нет, ну, это неправильно. Триатлонисты – это... То есть, триатлон – это вообще как легкая атлетика. В нем есть разные дистанции. И, соответственно, там, те люди, которые занимаются олимпийской дистанцией или спринтом, они очень сильно отличаются от тех людей, которые занимаются айронменом. Айронмен – это именно дистанция, да? Именно формат. Айронмен – это торговая марка. Это название компании, которая владеет компанией, WTS-компания, которая в прошлом году ее купила китайская компания. Самый богатый человек Китая теперь владеет этой компанией. А до этого ей владел Венчинельфонд, который до этого купил ее у основателей. То есть, айронмен – впервые термин возник на Гавайях в 70-м году, когда мы решили узнать, кто самый выносливый пловцы, велосипедисты или бегуны. Это именно звание железного человека, да? Ну, а потом они просто сами придумали формат дистанции, он как-то исторически сложился. И стали делать ее. На самом деле, есть несколько конкурирующих серий. Есть серия «Челлендж», есть серия «Хит». Ну, айронмен – самая знаменитая серия, самая, наверное, финансово успешная. Там, на самом деле, тоже интересная штука, с точки зрения бизнеса. Вот представь, что к тебе приходят люди и говорят, «Слушай, давай будем делать бизнес такой, старты будем делать, что тебе нужно будет 4 километра полотвы, там, 185, а потом пробежать марафон». А люди за это будут платить деньги, а еще будут платить много за это денег. «Ты что, с ума сошел?» Типа, кто это за это будет платить вообще, да? На самом деле, это очень успешный бизнес. То есть, слоты, право участия в старт разбирается, там, это игра в быстрые пальчики. То есть, создали спрос, по сути, да? Да, ну, они создали спрос. То есть, они создали спрос, ну, то есть, вот они поняли, что у людей есть желание стать героями. В своих глазах. И это идея бизнеса, да, именно? Потребность людей стать героями. Да, то есть, ну, и вот они очень успешные коммерчески. То есть, ключевая их прибыль не от стартов, а от мерчендайзинга. То есть, они продают право использовать брендные Ironman на спортивном питании, одежде, ну, о чем-то еще. А, ну, вон как. Ну, то есть, это основной бизнес. Хотя, ну, старты тоже, тоже, как бы, приносят им дохват. И когда они, кстати, интересная штука, есть же Ironman. Они есть полный Ironman, а есть полный Ironman, половинка, лучше Ласка он называет. То есть, ты никогда поняли, что, в общем, есть люди, которые не готовы делать всю дистанцию. Потому что это большой, то, что на английском называется, commitment. Ты должен много посвятить времени и подготовке. А рынок нужно расширять. Здесь половинка придумалась. Мы сделали полу Ironman. Но на самом деле, у этого тоже есть и обратная сторона. Потому что люди хотят все быстро. Да. То есть, они хотят Ironman уже на следующий месяц. И это может привести к травмам. Да. То есть, здесь идея... И приводит для многих людей, да? Здесь идея не в том, чтобы там сделать Ironman и... Многие люди делают всю эту туровку после этого. Идея в том, чтобы повысить качество жизни. На самом деле, это не спорт. Это действительно тип жизни, который ты ведешь. То есть, он определяет, что ты ешь, когда ты ешь, куда ты едешь, с кем ты едешь, как ты тратишь бюджет своей семьи. То есть, это такая штука, которая сильно влияет на... Если ты хочешь с друзьями в футбол два раза в неделю играть, это никак не влияет на твою жизнь. Да. Михаил, вопрос. В чем именно фишка, когда человек ищет себе наставника? Нашел человек наставника, какое он преимущество вместе с этим выключает? Что теряют люди, которые не для наставника будут? Мне кажется, все пытаются найти в своей жизни наставника и отдать свою волю, чтобы за него кто-то решал. Ответственность. Ответственность, да. Но если мы говорим именно про спорт, то хороший наставник, тренер, это человек, который бережет довольно много времени, сил и, может быть, даже здоровья. Потому что, ну, ты представь, что я работаю сейчас с 20 клиентами. До этого у меня есть свой шестилетний опыт и еще опыт других клиентов. Если ты только начал заниматься триатлоном, а триатлон довольно сложный вид спорта с точки зрения подготовки. Тебе нужно комбинировать три разных вида спорта. Нужно комбинировать восстановление с восстановлением. Вот. И ты, наверное, можешь разобраться. То есть, в целом, можно разобраться, как это делать. Но лучше, на мой взгляд, лучше. Я вот когда работал с тренерами, ни разу не пожалел. Я довольно много ему платил. Я ни разу не пожалел о том, что я начал работать с тренерами. Потому что ты довольно много инвестируешь в этот спорт. Времени, энергии, эмоций, здоровье. И лучше это делать правильно. Потому что, если ты делаешь впервые это в жизни, даже если ты делаешь несколько лет в жизни, то вероятность того, что это делаешь правильно, не очень высока. И в целом, обратите внимание, что практически у всех мировых спортсменов, у которых чего-то достигали, у всех есть тренер. Да. Потому что, во-первых, очень важное, что ты даешь взаймы своему ученику свою волю. То есть, ученик может себя простить, не выйти на тренировку, не сделать те интервалы, которые ты знаешь, на что способно его тело. Но это одна ситуация. Либо наоборот. То есть, он может себя загнать. То есть, чаще всего триатлеты, это те люди, которые занимаются триатлоном, это такие люди класса А, которые очень целены на успех, очень самоорганизованные. Ну, это же успешных людей. Да, да. И поэтому ты иногда нужны их сдерживать, чтобы они тебя не травмировали. Поэтому, ну, на мой взгляд, тут такое наличие тренера значимо повышает скорость прогресса в этом виде спорта, с одной стороны, и снижает уровень травмы, и вообще удовольствие получает, получает, получает удовольствие от процесса. Но здесь, опять же, важно найти своего тренера, потому что у него всех тренеров, у учеников возникает такая химия. Да, а вот здесь выходит такой вопрос, как найти своего тренера? Ну, выбор тренера такая непростая штука, и самое лучшее, что ты можешь сделать, это поговорить сразу с его учениками. Я вот так бизнес-школу выбирал. В Европе было там три бизнес-школы, которых был примерно одинаковый формат, цена. Я учился на программе Global Executive MBA. Это не Full-Time MBA. Это были школы в Швейцарии AMD, во Франции INSEAD и в Испании ESE. В принципе, самая известная из всех четырех школ это INSEAD. На втором месте, наверное, AMD, а ESE вообще мало кто знал. И я посмотрел по критериям качества программы, стоимость программы, длительность, они практически были одинаковыми. И решающим фактором была встреча с выпускниками всех трех школ. Я встречался с выпускниками всех трех школ. И ESE мне понравились значимо больше. Точно так же, когда ты хочешь выбрать себе тренера, то стоит поговорить с его учениками. То есть у тренера можно прямо запросить контакт учеников? Да. С десяток учеников? Да. Пообщаться лично с ним? Постраиваться, допустим, да? Ну, не знаю, десяток, наверное, много. Ну, сколько-то, сколько-то нужно учеников. Просто нет устоявшейся даже какой-то единой школы, там, или нескольких школ тренерства. Они сейчас только формируются. Есть люди, которые любят, тренеры, которые любят объем. Объем тренировок. У меня обратная история. Я считаю, что за счет интенсивности тренировок можно родиться больше, чем ты добьешься за счет объема тренировок. Должна быть правильной комбинацией, не травмировать, не готовить человека интенсивными тренировками. И опять же, поскольку есть три вида спорта, трех разных видах спорта, разная интенсивность возможна на разных этапах подготовки. Например, интенсивность в велосипеде значительно менее травмоопасная, чем интенсивность на беге. Потом технологически, насколько тренер может работать с тобой удаленно. Потому что это все-таки большая ответственность с обеих сторон. Если ты не видишь файлы, которые загружает тебе твой ученик, ты, в общем-то, не знаешь, делал он работать, как среагировала его тело на нагрузку. То есть такая взаимная ответственность должна быть. Михаил, а если мы возьмем, допустим, трениров в власти бизнеса, там, вайф-тренинге, там такая же будет технология? Мне кажется, да. То есть самое главное, это поговорить с учениками, потому что с теми людьми, которые уже получили эту услугу. Потому что в отличие от качества товара, то есть если ты покупаешь машину, есть объективные характеристики. Объем двигателя, расход бензина, что-то еще. А если ты покупаешь услугу, то это очень субъективная, то есть она зависит от обеих сторон, и отдающей, и принимающей стороны. Это первое. А второе, ты ее не можешь вернуть. Да, возврату не подошел. То есть если ты покупаешь машину, ты можешь ее вернуть, если она тебе к причинам не подошла, или перепродать, то услугу с услугой ты ее получил, и ты уже ничего с ней не можешь сделать, в этом смысле, больший риск. И машина, в этом смысле, даже более безопасна, чем услуги работы тренера. Потому что машину, в крайнем случае, не понравится тебе машина продаж. А если ты травмировался, то здесь довольно сложная история. Твое здоровье. А у тебя были какие-нибудь там конфликты, инциденты по теме? Как раз, если кому-то не понравился процесс, ты как тренер и так далее. У меня как раз недавно был случай, несколько случаев. Первый случай, когда у меня не сложилось с такой химией, с одним из моих учеников, который живет в Америке сейчас. Я вернул ему деньги, то есть мы работали в первом месте, я им вернул ему деньги. А второй случай, когда сложилось с человеком, которым я уже занимался полгода, я был вынужден отказаться от дальнейшей работы с ним, потому что, на мой взгляд, его область интересов и фокус был другом. Результаты от нашей работы ни он, ни я положительно не могли ожидать. А здесь возникает вопрос переноса твоей репутации. То, как выступают твои ученики, во многом говорит о том, как ты работаешь конкретно. При этом здесь тоже очень важно не путать. Есть ученики, которые пришли и только начали заниматься. И то, что они финишировали первый полумарафон или марафон, неважно, с кем времени. Для них уже большое достижение. Есть другой тип учеников, которые хотят отобраться в финал чемпионата мира. Для тех у меня трое. У всех троих есть потенциал. Насколько он реализуется, зависит от нашей совместной работы, ну и немного от удачи. И в целом мне нравится работать и с теми, и с другими. Они разные. То есть у кого-то очень большое удовольствие от того, что он пробежал первую в своей жизни 10 километров за дистанцию. А кто-то на 10 километров двигает каждый день, и для него нет никакого... Для него стоят амбициозные задачи. Для любителя попасть в финал серии Iron Man, это примерно то же самое, что для профессионала отобраться на Олимпиаду. То есть персональные случаи, да, уникальные. И пока я даже не знаю, к какому типу практики, я больше склонюсь. Чаще всего те люди, которые хотят отобраться и имеют потенциал отобраться на кону, это очень требовательные, с одной стороны, клиенты, а с другой стороны, они не всегда готовы платить. То есть люди, скорее всего, надувшие в каким-нибудь спортивном прошлом. С другой стороны, те люди, которые делают свои первые шаги, как это уже первый полумарафон или первый марафон, в целом, нет никакой сложности их подготовить. То есть есть сложность, техническая сложность их подготовить. То есть понятно, какую программу делать, самое сложное, как вписать это в их занятый график жизни. Ну и чаще всего, я называю, что если бы у них не было тренера, они бы довольно быстро бросились. Ну, допустим, если у нас было, ну, вообще стиль жизни включал много путешествий, то здесь уже так не получится, здесь уже более стационарно надо быть, да? Нет, почему? Ну, знаешь, люди путешествуют, просто интересно, что ты, обычно, кстати, старты в очень красивых местах. Ну, Лейк Тахо старт, ну, в Болдере старт. В Сан-Диего, да? В Сан-Диего старт, да. То есть обычно старты проводятся в очень интересных местах, и, как они говорят, мы любим старты не в сети, а в комьюнити. Потому что один раз был старт в Нью-Йорке, и его отменили. Потому что для города, это большой, для большого города, это большой геморрой. Перекрывать дорогу нужно, нужна, ну, вода безопасная, чтобы там не ездили лодки. А тут никто не мешает, да, взять там Болдер? Ну, а ты представляешь, да, представляешь, вот город, в котором 100 тысяч человек живет, туда приезжает 3 тысячи участников, и еще 3 тысячи, там, зрителей, еще кого-то. Для них это большое, ну, большое событие. Да, они становятся главными героями города, по сути. ну, это еще, с точки зрения бизнеса, для города, это там, ну, 6 тысяч человек приедет. Это и гостиничный бизнес, и рестораны. Они будут есть, они после этого там еще когда-нибудь приедут потренироваться сюда. То есть, в принципе, маленькие города, очень хотели бы, чтобы в них проводились, ну, такого типа старта. А на этом как-то делает кто-нибудь бизнес из, ну, может быть, кто владеет торговой маркой и так далее, когда предлагают городам выбор, там, может быть, либо аукционов, что-нибудь или еще. Ну, я точно историю не знаю. Наверняка что-то есть. ну, то есть, наверняка, если там Iron Man, к нему приезжает город, он говорит, а что вы нам дадите? Да. То есть, помимо того, что вы нам дадите дорогу, ну, перекроете дорогу и перекроете там, ну, воду, что вы нам еще дадите? Выбор-то городов большой, по сути. Да, ну, то есть, я думаю, что здесь такой вопрос, на чьей стороне на силах. Да. Волдер в этом смысле тоже довольно уникальный, потому что Волдер долго особо не хотел большой аэронмен, потому что в Болдере и так все хорошо. Ну, в итоге, вот сейчас есть в Болдере Iron Man, 51.50 старт и полу-аронмен, ну, помимо локальных стартов. А 51.50 это больше, чем половинка, Нет, 51.50 это формат олимпийской дистанции или полтора километра. Это, если все суммируешь, то будет 51.50 километра. Угу. Ну, это лайт-версия, по сути, да? Знаешь, здесь вопрос скорости, потому что 100 метров это тоже недолго, но ты попробуй пробеги его за 10 секунд, да? Вот и здесь так же, то есть, такая-такая. Ну, есть еще такая философия, как взращивать чемпиона, да? И это как раз, наверное, про тех трех ребят, которые, в частях, от мира ставят цель на ума суть. Ну, это сложная, то есть, это такая, очень амбициозная цель, и она, в какой-то степени, сильно еще зависит от условий. То есть, в больших городах катастрофически сложно подготовиться. То есть, если у тебя нет, значит, ты живешь в Москве, у тебя есть, по сути, одна безопасная дорога, на которой ты пермируешься, как-то велодорогу скрываться. Подготовить хорошо велосипед очень сложно. Поэтому, это такая, каждый раз отбор на кону, то есть, у меня пока еще из моих учеников, но вот я тренирую год, пока еще никто не отобрался. Ну, в принципе, от России отбирается 5-6 человек, из которых, говорю, что большая часть тех людей, которые раньше занимались этим спортом, либо другим спортом профессиональным, и чаще всего это одни и те же люди. здесь есть хорошая такая девушка, Варя Кислухина, но она уже 4 раза была в коне, есть Рома Парамонов, он был 3 раза в коне, то есть, это такой уже костяк, костяк. Ну, ты берешь не всех в ученики, насколько я понимаю, да, они должны как-то квалифицироваться, какое-то у тебя собеседование, проекрить. Не, собеседование мы всегда проходим, то есть, я всегда общаюсь с учениками, чтобы понять, насколько у нас возникнет эта химия, насколько у человека есть мотивация к работе, такой есть к этому комитету. Вот, и мой тип учеников, это чаще всего это люди от 35 до 50 лет, у которых есть свой бизнес, у которых есть дети. вот так. У меня есть, конечно, исключения, есть люди и старшие, и есть люди и младшие, несколько ребят есть младшие, но это такое, скорее, исключение, чем правило. А с кем больше тебе интереснее работать, с молодыми или с теми, по старту? Или не разделяешь? Они, то есть, разный тип, чаще всего те люди, которые после 50, у меня всегда возникают с ними история, что? Ну, это технологический вид спорта, с настройкой, велосипедов, велокомпьютеров, велостанка, часов. Я много времени обычно с людьми, которые после 50 трачу на создание то, что называется IT-инфраструктуры. Особенно на начальном этапе. Когда она создана, ну, это значительно проще. Но, вот я заметил, что те люди, которые после 50, большая часть из них им сложнее работать с гаджетами, первое. Потом, с ними чуть по-другому работают, что они прямо, они медленнее восстанавливаются, потому что, все-таки есть некоторые возрасты, есть специфика работы. Им нельзя давать такую интенсивную нагрузку, как ты, ну, даешь более молодым ребятам. Но, с другой стороны, чаще всего у них такой всегда коммитинг большой. То есть, они чего-то не доделали в своей жизни. Может быть, когда-то в детстве занимались каким-то спортом, а потом, ну, перестали заниматься и 20 лет ничем не занимались, и сейчас лет вернутся. очень много различных вариантов, да, по ходам и по типам. Но в целом, это вот те люди, которые нацелены на достижения, потому что это же такая рациональная, большая цель, и они понимают, что, ну, большая часть из них, в первый год это не сделают. Готовы надолго работать? Да. И именно поэтому, кстати, предпринимать учитывающий тур, потому что создать бизнес, это нужно быть нацеленным на долгосрочный результат, который придет, непонятно, придет ли, а работать нужно там без ожидания результата какое-то время. Да, еще чаще все капиталы у них больше свободы в построении своего графика времени. То есть, этот спорт требует времени. Да. И по финансам предпринимателей больше возможностей, исходя из того, что этот спорт, он и время затратен, и деньги затратены. Ну, то есть, это такое хобби, на которое они могут себе позволить потратить деньги. Так сказать. Может, есть. Много, то есть, у меня примерно 50 на 50, даже, может быть, больше у меня предпринимателей и собственников своего бизнеса, чем наемных, больше. А вот, кстати, если речь зашла у Шерова Финанса по направлению к триатлону, почему нужно быть первым человеку, который сейчас предпринимает первые шаги, ищет наставника и так далее? Самая большая, большие затраты в триатлоне, они такие первоначальные, когда нужно купить велосипед, велостанок, гидрокостюм. Самые большие затраты, они связаны именно с велосипедом. То есть, даже такая шутка, что научите ваших детей любить велосипод, и у них никогда не будет денег на наркотики. То есть, все, что касается велосипеда, все дорого. Интересная такая штука, что килограмм велосипеда стоит значительно дороже, чем килограмм автомобиля. Потому что сейчас велосипеда 5 килограмм, да? Ну, 5, все-таки нет, скорее там 8-9 килограмм. 5 килограмм, это даже есть правило, по которому они не могут быть легче определенной величины. Вот. И все зависит от того, насколько вы готовы к первоначальному бюджету. Но первоначальный бюджет, я думаю, что такой, наверное, минимальный, это там от 3-х, 5 тысяч долларов. За первый год? Это нет, это то, что нужно потратить сразу на велосипед, станок, форму. За первый год взять? Ну, вот есть при начале затраты, есть там 5 тысяч, и потом, ну, наверное, 500 долларов в месяц нужно тратить. Плюс, то, что вы потратите на соревнования, а на соревнования, ну, сам взнос не очень большой. На пол, аиронмен, там, сумма порядка, наверное, 300 долларов, то есть и 50-300 долларов. А остальное, ну, как вы поедете, тоже опять же, насколько это близко. Там, в Болгаре, у меня все старты в этом году практически возле моего дома, кроме двух поездок в Техас, мне никуда особо ездить не надо. Выбежал, все нормально. Да, то есть практически в этом смысле еще в этом очень хорошее место, где много разных стартов разного типа. Открытая вода, здесь такая серия стартов в горных озерах, очень красиво. Но это только лето, да? Это лето, точно, ему холодно будет в горных озерах. В принципе, этот спорт, ну, больше летний, чем зимний, но сейчас, например, серия дуатлона была. Полумарафон, вот как раз я вот на этом холме полумарафон вокруг этого ойлера бежал. Роллсный крик называется. Красивый парк там. Это то есть мы уже поднажаемый, да? Да, наверху, это Арвада. Вот, и сейчас стало много довольно российских стартов. В принципе, произошло импортозамещение в области стартов хорошо происходит. В целом, интересный бизнес по стартам, он довольно интересный, но вообще немногие зарабатывают на нем. Я тоже в свое время я Максим Журилой, Миша, Громов, и Максим Буслаев. Мы делали несколько стартов. Вот первые весенние, Гром, осенние, Гром. Сейчас популярны эти очень старты в России. в принципе, триатлоны. Но, если это не компания, у которой много стартов, именно это бизнес, ты делаешь несколько стартов, годовый, это не бизнес. То есть, нужно делать много стартов. Из осенних, летних, зимних. Делать тайминговую систему. В принципе, в России появляются такие компании, но это все равно очень маленький бизнес. Я говорил, что если в России финишируют даже со всем бумом бега финишируют 10 тысяч человек на марафоне, то в США это 500 тысяч человек. Разница колоссальная в 50 раз. Ну, я думаю, что бум дальше продолжится, и цифры будут как-то сопоставимы, но не 50 тысяч человек в России, наверное, будут бежать. но это все равно очень маленький. Да. Отлично. Ну что ж, мы прояснили момент с триатлоном и по США поговорили, да? То есть, ты говоришь, что если бы не Олег Тиньков, возможно, ты не занялся триатлоном, возможно, ты бы не приехал в США, и, возможно, ты бы сейчас был, допустим, в Москве. США никак не связаны с Олегом Тиньковым, но триатлон связан. И Болдер тоже, связан? Болдер связан с тем, что Болдер связан с триатлоном. Может быть, я приехал в другое место. Но в целом, здесь, знаешь, это еще и простое правило. Если ты чего-то хочешь, ты к чему-то готов, то тебе даются правильные встречи, правильные люди, правильные события. Да. По поводу финансов, многие люди там постоянно к нам присылают вопросы, да? Там, с чего начать, как определиться с бизнесом, там, и так далее. Здесь у тебя есть какие-нибудь рекомендации, когда люди, ну, самые базовые, элементарные вопросы задают? Нет, надо чесать там, где чешется. Я создал, только потому, что мне не хватало хороших книг. Вот это хорошая формула, ты сейчас сказал, чесать там, где чешется. Ведь люди не думают об этом в первую очередь. Кто-то начинает искать идеи где-то там, но не вне себя, вне проблем, которые вокруг тебя. Вот, допустим, я решал всегда проблемы, которые у меня и вокруг меня. И получались неплохие идеи, проекты. Ну, так и надо делать. Меня удивляет, ну, там, один знакомый, хороший, мирового уровня триатлет, он говорит, хочу построить боулинг-клуб. Я говорю, ты как-то с боулинг-клубами связан, ты понимаешь, как им управлять? Он говорит, нет, не очень, но я разберусь. Я говорю, ну, а ты занимаешься триатлоном 15 лет. В принципе, это растущий рынок. Давай, может быть, ты будешь либо тренером по триатлону, ты известен, ты уже полжизни туда положил. А в боулинг, ну, там, есть тысячи компаний и тысячи людей, которые знают лучше, чем ты. Притом, они душу вкладывают и они связаны реально, да, с боулингом? Да. Поэтому, если есть что-то, что беспокоит вас, то нужно делать. Смотреть именно на свои проблемы и на проблемы своего окружения. то есть, если, ну, в Москве мы создали, у нас был детский садик и школа. То есть, у нас такой опыт был, потому что нам не хватало того, что нам требовалось. Ну, это было и для наших детей, и для, в том числе, ну, не в том числе, а в общественном, и дополнительно для тех людей, у которых были похожие потребности. То есть, если твои потребности совсем-совсем уникальны, ты не сделаешь этого бизнеса, но если твои потребности как-то связаны с потребностями других людей, и если у тебя к этому есть страсть, то ты так делаешь значительно лучше, чем другие люди. Да. Ну, вот я сижу, я сейчас, вот, для меня это абсолютно экстремальные условия, как я уже говорил, я зимы 7 лет не видел, да, и тут сразу скалистые горы, столько снега, штат Колорадо, и вот я хотел в связи с этим затронуть, как у меня вот этот проект родился. Интересно? В словах расскажу. Когда я смотрел «Бизнес-секрет», это была на тот момент моя любимая передача, транслировавшаяся через YouTube, и у меня чесалось то, что Олег Тиньков, он приглашал свою передачу таких монстров, ну, так скажем, между ними и простыми людьми огромная пропасть. Они в своей вселенной, у них свои миры, и здесь реальная пропасть, которую, ну, не понимают многие люди, хотя они черпают что-то полезное. У меня была задача сделать нечто подобное, только более земных людей приглашать. Те люди, которые там недавно начали, там вышли на 5-10 тысяч долларов, реально трансформировали жизнь, там, допустим, находились где-то, а затем начали больше путешествовать, больше интересные бизнесы создавать. Я не мог эту передачу найти. Я очень хотел смотреть. Потом мне попалась книжка Тима Ферриса, ты наверняка ее читал, да, «Как работать 4 часа в неделю». И у меня захотелось вот искать таких людей, мне самому захотелось стать новым богатым, как Тим Феррис пишет, он так красиво подал, но я начал искать новые богатые в поисковике, а нету ничего, представляешь, пусто. Я думаю, ну, новые богатые, это точно есть в России. И если это пусто, и если этого нет, то почему бы мне не создать ту задачу, которая будет решать вопрос вот этой пропасти в плане Тинькоева, да, и как раз задаст новый жанр, новый формат, так скажем. И у нас пошел хороший отклик. От передачи к передаче аудитория начала расти, и получилась такая хорошая, добрая передача, в которой очень интересные люди. Вот сейчас ты в этой передаче. Ты упомянул эту фразу, что рано или поздно приходит между основателями компании какие-то конфликты, недопонимания и так далее, да? И когда, допустим, люди собираются делать какую-то компанию, они не думают о ее развале. Это примерно вот как брак, да, когда люди женятся. А как вот изначально, заранее сделать так, чтобы не произошло конфликта, а даже если бы чтобы он произошел, эти люди бы остались в музее. Это возможно. Да. Конфликты все равно будут. Да. То есть в семье конфликты бывают, кроме разногласия. Первое правило, нужно пытаться выбирать правильных партнеров, и партнеров, которые скорее, я старался в своем бизнесе выбирать партнеров, которые не такие, как я, которые другие, чтобы они дополняли. Дополняли, да. И это бывает сложно с ними договориться, потому что есть... другие, да. Вот я отделю людей, есть и люди Excel, и люди Word. Я скорее человек Word, чем Excel. А партнерился ты с Excel? Ну, по-разному. То есть Игорь Манн, он тоже скорее человек Word, чем Excel. Он не любит Excel. А вот у меня внутри компании были как раз мои коллеги, сотрудники. я и дополнял свою нелюбовь к работе с цифрами, их навыками и компетенциями. Но, с другой стороны, у них были другие пробелы, пробелы презентации, проблемы коммуникации. И поэтому лучше все-таки в бизнес начинать с теми людьми, которые дополняют ваши навыки. Потом, это же не первая история такая, то есть бизнесы создаются миллионы лет. Ну, не миллионы, 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 я сказал, но сотни лет. И есть наиболее прописанное такое английское право, в котором множество типичных конфликтных ситуаций, оно прописано. То есть что будет, если, например, знаешь, это анекдот, когда два партнера собираются делать бизнес, они говорят, ну, как будем делить акции? Он говорит, ну, давай 50 на 50. Кто говорит, ну, 50% мне мало, он говорит, хочу 70. Ну, хорошо, давай 70 на 70. И когда возникает история, когда, если какое-то принципиальное решение, а есть два акционера, у которых у одного 50%, у другого 50%, и это угроза развала компании. Ну, есть набор правил, что в этом случае, тогда одна компания делает. Это изначально должно. Это изначально, то есть это надо не помениться, потратить деньги на юристов либо самому разобраться. Но есть, например, правило, когда в случае такой ситуации друг другу подаются конверты. И он говорит, я готов выкупить твою долю в компании за 10 рублей. А он тебе говорит, а я готов выкупить за 11 рублей. И выигрывает меньшее предложение, но все равно в этом смысле ты обязуешься выкупить. Часто бывают компании, которые, есть компании, в которой партнерские, есть разные типы бизнеса. Например, юридическое партнерство или даже тренерское партнерство. Если мы решим создать какую-то компанию, в которой пока ты существуешь, пока ты в ней есть, но чаще всего собственники сразу начинают работать внутри компании, а потом один из них решает, что он не хочет работать в компании, он хочет остаться акционером. И тут тоже возникает конфликтная история. То есть, надо разносить роли акционеров и генерального директора. То есть, ты получаешь компенсацию и как генеральный директор, и как акционер. А если возникает другая история, что если ты сначала были акционерами, оба работали, потом один ушел, второй продолжает работу, возникла прибыль. Ну, давай ее теперь делить. Он говорит, ну, ты же ушел с компании, но все равно остался акционером. То есть, нужно с увлажением относиться к тому, что это внешние акционеры. И я в целом считаю, что прибыльный бизнес должен платить дивиденды. Поэтому я не очень люблю Google, который не платит дивиденды. Потому что у нее есть деньги. То есть, могли бы, да, платить? Не могли бы платить. Достаточно каша. Это уже зрелая компания. Я понимаю, компания, которая только начинает, ей нужен каша. У Google есть каша, и у Amazon есть каша. Они не платят дивиденды. Создаются сбыточные деньги, значит. Не, ну, они не то, что они создают сбыточные деньги. Структура собственности в этой компании построена так, что собственники компании, которые крутые еще акционеры, они говорят, мы не хотим распределять сейчас дивиденды. Кэш как-то копится, я не знаю, что они с ним делают. Но это другая история. В целом, я считаю, что здоровая компания должна платить дивиденды. Ну да. Это как бы логично. Ну видишь, мы все сейчас живем в такое время, когда количество контента колоссально. Да. То есть, сейчас в YouTube... Качество определяет контента, да? Первоисточники, так скажем. Да, и наличие платформы. То есть, получается, что, как мы все время оценивали, будем ли мы заниматься книгой, не будем, есть у нее платформа или нет. Как пооценивать платформу? Сколько у нее там фолловеров в Фейсбуке? Сколько у нее подписчиков флайджор? Издатели обращают, на это? Обязательно, конечно. То есть, есть отдельный процесс. То есть, когда к тебе приходит и автор говорит, у меня вот есть такие-то вот каналы коммуникации, аудиторы. И когда ты складываешь платформу издательства, потому что у издательства самого есть платформа, не у всех, потому что есть сильный бренд у нескольких издательств, а есть просто бренд авторов и там Акунин все равно где будет издаваться, его будет покупать, потому что это Акунин. Вот Акунин один из дневной авторов, в случае будет покупать, Не важно, где была Донцова, хотя Донцова умирает еще такой же бренд, то есть, это старый бренд, он его хорошо поддерживает. Ну, этот бренд, он хорошо, так скажем, взял с рынка. Ну, в общем, да. И вопрос, как свой, этот месседж донести до аудитории? То есть, при таком информационном шуме, если у тебя есть платформа, ну, то есть, это одно из самых главных, главных вещей. Потому что мы все создаем контент, мы создаем в таком количестве контент, что на самом деле сейчас писатели больше, чем читатели. Только ленивые не пишут сейчас, да? Мы думали, я на самом деле считал модель, потому что в России же нет модели софт-поблишинга. Да. Вот как в... А здесь есть? Ну, здесь Kindle, здесь Kindle, то есть, ты в Амазоне можешь очень быстро разместить свою книгу, и она будет... То есть, без всякого издательства, да, получается? Без всякого издательства, да. И многие авторы сейчас, они просто не продают, не продают издательствам права на электронные книги, то есть, не продают, продают бумажные, потому что это геморройно, ее нужно печатать, ее нужно довести, нужно собрать деньги. А тут сразу можно, как только... и ты зарабатываешь больше, то есть, если ты в обычном... Автор получает, ну, условно, 5% от розничной цены, так скажем, для простоты, то, когда ты продаешь в электронном виде книгу, то в Америке ты получаешь 70% от того, что тебе... То есть, по сути, если книжка стоит 500 рублей, автор зарабатывает 25. А в Америке ты получаешь 70% от цены, если это куплено через цифровой канал. В России, на самом деле, ты сейчас даже не можешь. То есть, в России большая, ключевая проблема, почему еще я думал... Там же пиратство, да? Ну, пиратство. Такая проблема. Если ты... Представь, ты написал хорошую книгу. Да. Ты приходишь в одной издательств, тебе говорят, нет. Мы в тебя не верим, у тебя нет платформы. Приходишь в другой издательств, ты говоришь, нет, мы не знаем. И все. По сути, в бизнес-литературе за последних несколько лет может быть возникло 3-4-5 авторов. Все, больше никого нет. И то тоже, они возникли не благодаря издательствам, потому что они уже сами что-то значили. Они и блоги вели, и каналы на ютубе, и так далее. Возникает проблема, что есть писатели, есть авторы, которые хотели бы, чтобы книга была опубликована. И даже аудитория для них есть, но она может быть очень узкая. Кто-то хочет написать, как правильно переключать и подбирать, не знаю, шоссейный велосипед. Но аудитория для этого, не знаю, 2000 человек максимум. Издательство, она не возьмется. Слишком рискованный проект. А в принципе, книга могла бы получиться хорошая. И поэтому у меня была идея, связанная с тем, чтобы делать платформу для селф-паблишинга. То есть, если ты написал книгу, ты ее разместил, то ты просто делишься с платформой, той суммой, которая... И эта модель во многих везде работает. Но в России, опять же, сейчас говорю, что у меня такое ощущение, что читателей осталось меньше, чем писателей. Все пишут. И мы посчитали, там не было экономики. То есть, масштаб рынка уменьшается, да, по сути? Количество контента, количество контента, который создают люди, он колоссально увеличивается. А читатели остаются на одном уровне? Нет, это просто... Он очень сильно фрагментирован. То есть, люди больше читают электронную почту, социальные сети, чем они читают традиционные книги. И... Нехорошо, неплохо, к этому можно по-разному относиться, но это факт. То есть, книги конкурируют не с книгами, а книги конкурируют с другими медиа, с телевизором. А знаешь, говорят, что театры не умеры, но театры, с точки зрения бизнеса, это крошечный бизнес. И сигары. Сначала были сигары, а потом сигареты. Ну и сигары, это тоже такой крошечный бизнес, ну как лошади, по сравнению с автомобилями. Вот книги примерно это... И ждет, я думаю, что такая же судьба. Не очень быстро. То есть, они будут через 50, через 100 лет, но их будет мало? Они будут мало, это будет скорее продукт такого статуса. это как пластинка по сравнению сначала с компакт-дисками, а потом с MP3. Примерно. То есть, там не прямая аналогия, но примерно. Сейчас же до сих пор покупают пластинки, да, там ценители, у них проигрыватели. Ну и вот, как раз, Самари, это один из, новых направлений. Они из новых направлений. На самом деле, авторы сами, они готовы писать в формате, скорее, больше самари, нежели чем... Это быстрее, то есть, результат быстрее происходит. И ценность высокая. И ценность высокая. Ну, издательство, заложники своей бизнес-модели, они не могут сейчас продавать издательство, ну, книгу, ну, я говорю про Non-Fiction книгу, ну, там, для простоты дешевле 500 рублей, потому что есть. А если ты попробуешь продать книгу, в которой 30 страниц за 500 рублей, ну, читатели будут... Что за фигня? Что за фигня. Некоторые, да, некоторые считают стоимость страницы. Да. И модель будет, безусловно, меняться. Модель обязательно будет, безусловно, меняться. И вот самари, это одно из таких, ну, возможных изменений. Если конфликт произошел, и компания стоит перед образом развала, есть какие-то рекомендации, рецепты, у нас есть несколько человек, среди зрителей, в которых компания совместна. И я лично наблюдал, как раз, за развалом, за процессом развала, и со стороны виднее, да, что там люди наступают на грабли. Вот так. Как можно спасти? Ведь партнерство там было классно внутри года. Ну, часто очень много эмоций вовлечено в такие бизнесы небольшие, когда несколько партнеров создаются. И я бы, в этом смысле, рекомендовал прибегнуть к услугам медиации, когда есть даже специальные люди или медиаторы есть. В бандитской среде их бы назвали решалой. В общем, это независимый человек, который он приходит и у которого есть репутация, который может помочь им, задав правильные вопросы, снять эмоциональный накал и либо вернуть бизнес рационально, когда оба собственника продолжают в нем принимать счастье, либо помочь им развестись, развестись, не уничтожив бизнес, денег друг к другу. Ну, да, случается история, когда люди разводятся, но они же не убивают детей. В смысле, зачем убивать бизнес? Только из-за эмоций, чтобы другому не досталось. в России моя первая компания была, у нас были такие партнеры, сел обои наше прикрытие из Красноярска, они были такие интересные ребята, они меня все время научили, что в России можно вместе съесть бочку соли и разругаться на ложке меда, про акционерные отношения. Ну, здорово, я бы еще хотел, знаешь, о чем поговорить? О балансе, то есть в жизни каждого человека, включая в твоей, в моей жизни есть такие моменты, там, как бизнес, хобби, личное развитие, семья, здоровье и так далее, да? Как балансируешь? Бывают ли перекосы какие-то? Ну, скорее, перекосы опять у меня были в России, нежели чем здесь. Здесь, мне кажется, здесь сбалансировался, да? Здесь значительно более сбалансировано. Вот. Модель, но здесь, знаешь, очень красивый здесь образ, что есть вещи такие, как мы там все научились работать по выходным. Да, по 4 часа в неделю. Здесь не умеют американцы трудоголики. Я смотрю, прямо они работают много. Мне кажется, это не только американцы, но и в самом России стала традиционная мы в миссии в свое время одна из первых компаний, которая работала без офиса. Ключевая проблема без офиса работа, как переключиться, как понять, что уже время пришло прекратить работать. офисом все-таки лимиты работы задает, да? И люди, обратите внимание, сейчас они постоянно на связи, то есть это ты идешь в какой-нибудь воскресенье на футбольный матч с ребенком и все равно ты остаешься на связи и там люди читают почту, отвечают, и там какое бы время им не написал. Вот. Поэтому это такая добровольная радость. Да, да, да. Люди себя... Это вот Слава Баранский наверняка знаком, да? Выходила его книга. Он как раз говорит, как люди подключают добровольно себя к вот этим проводам и все, и становятся зависимыми. Я прям удивлялся один раз. Приехал я в Таиланд, приехал в отель и на завтраки вышел. И я смотрю, пять пар похожих на молодоженов. Они вышли на завтрак, но они завтракают не друг с другом. Все пять пар вот едят вот так с телефоном и инстаграмки тут же и так далее, да? То есть людей сейчас нужно будет обучать отключаться от этого, чтобы вот не попасть в это рабство. Либо я еще наблюдал, тоже это было футбольный матч, когда люди не смотрели матч, а опять же находились в телефоне, хотя они пришли на матч. Таким образом. Есть такая зависимость. Есть такая зависимость. От нее не просто избавляться. Да, это я знаю по себе. Это, знаешь, изначально еще до того, как тебе нужно прекратить находиться вместе с телефоном, тебе уже изначально нужно решить до этого момента. То есть, если ты едешь на лыжах, ты говоришь, все, я инстаграм не публикую и так далее. То есть, я катаюсь на лыжах. Это тоже феномен, если ты 15 лет назад кто-нибудь тебе сказал, что люди будут выкладывать все про себя, как они едят. Да, никто бы не поверил. Кто бы не поверил, а если что, они же добровольно выкладывают. И при этом свою личную жизнь на показ, потом много людей. Такая зависимость, сколько лайков я сегодня собрал. Да. Вероятно, это просто есть глубоко в природе человека. То есть, это не случайно. Показать, да? Да, показать, поделиться. То есть, это как такой лайк, почти наркотик, небольшой доза. При этом, интересная история. Я тоже смотрел на Facebook. Я там когда-то больше, когда-то меньше Facebook пишу. Не так много людей, которые интересно пишут. Когда люди выкладывают на фотографию своих детей, ну, хорошо. Это больше для друзей. А слушай, вот есть же еще элемент трансляции и потребления информации. Заметил, что люди, которые больше направлены на трансляцию, они, как правило, получают доход с того, что связано с транслированием. С YouTube, с социальной медиа и так далее. А те люди, у которых идет только потребление информации, у них, ну, доходов, понятно, нет, но они часто расходуют деньги, да? Там, покупают то, что транслируют и так далее. И не задумываются на том, что есть баланс между трансляцией и потреблением вот такой информации. Ну, может быть. Может быть. Я так не задумывался, может быть. Субтитры создавал DimaTorzok